Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале. 25 октября, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодняшний свой ролик я хочу посвятить астрам. Астры, семена астр мы можем посеять под зиму, но только в тех регионах, где не бывает оттепелей зимой, где суровая зима. То есть вот у нас в Свердловской области это, на мой взгляд, идеальный посев под зиму. Не нужно весной будет сеять и не нужно дома выращивать рассаду. Посеять можно как в теплице на грунт, но это в том случае, опять же, если вы не забрасываете снег в теплице. Мы снег забрасываем в теплице, поэтому я сею в ящички, в емкости какие-то, в плошки. Ящички, если мы берем под рассаду вот эту подзимнюю, любых вообще семян, будет у меня ролик о тех семенах цветов, которые мы можем посеять под зиму обязательно. Ящички должны быть невысокие. Сеять я буду где-то ориентировочно 10 ноября. Сейчас пока еще рано проводить вот эти подзимние посевы. И обязательно постараюсь показать, снять этот ролик. Ну а сегодня я хочу рассказать о тех сортах астр, которые есть у нас в данный момент в магазине. Ну и также порекомендовать какие-то астры, которые я уже выращивала. Начну я, наверное, с многолетней астры. Вот часто задают нам вопрос, какие астры многолетние. Но я хочу сказать, что астры многолетние – это альпийская астра. Вот они. На вид она больше похожа на ромашку. Высота 10-20 сантиметров. Вот тут вот до 30 сантиметров. И диаметр цветка 4 сантиметра. Вот такие вот астры. Они бывают, вот в данный момент у нас белая и смесь, а бывает по цветам. Бывает и розовая, и фиолетовая отдельно фасовки. Вот это астра многолетняя, альпийская называется. Все остальные, которые не как ромашечка, а такие более пушистые головки имеют, они, конечно, однолетние. Другое дело, что… Вот прямо сейчас чувствую, что напишут в комментариях, что у меня, допустим, посеянная астра один раз растет несколько лет, на протяжении нескольких лет. Если семена вызрели, любой астры, осыпались вызревшие семена, то это уже самосев идет. То есть это не многолетняя астра. Многолетняя только альпийская. Так, теперь, дальше я также покажу сейчас сначала низкорослые астры, которые мы можем выращивать как в кашпо, в ящиках балконных, ну и, конечно, как бордюрную астру. Единственное, что если вы выращиваете на балконе, планируете астру, то нужно выбирать, вернее, сеять астру на балконе, выращивать только не на южном, иначе она будет подгорать у вас. Все остальные стороны, в принципе, пригодны для выращивания астры на балконе. Серия нюанс. Очень много цветов. Вот есть смесь. Высота этой астры 25 см, диаметр цветка 7 см. Нюанс. Так, и монпансье. В нюансе у меня в этот раз только смесь. Монпансье. Также низкорослая. 20-25 см высота. 8-9 см диаметра цветка. Тоже мы можем ее выращивать как в кашпо, так и в ящиках балконных, так и как бордюрную астру. Очень красивая вот эта астра монпансье. Я ее выращивала на протяжении нескольких лет. И вот такие вот всякие расцветки интересные. И белая, и розовая. Низкорослая голубой ковер. Вот эту астру я не выращивала. Она также невысокая. 20-25 см высота и 6-7 см диаметр цветка. Просто прекрасная, на мой взгляд, старлайт астра. Здесь смесь. Вот, к сожалению, старлайт идет всегда только в смеси. Ее не бывает по цветам. Не знаю почему. 25 см высота этого кустика и 6-8 см диаметр цветка. Она игольчатая. Очень красивая астра. Я ее выращивала. Но вот последние года 4 почему-то не выращивала уже ее, эту астру. И на сезон 23-го года планирую обязательно посеять. Ее, конечно, хотелось бы по цветовой гамме отдельно приобрести. Но вот почему-то всегда только смесь идет. Я люблю, когда астры все-таки можно приобретать в цветовой гамме. Также из низкорослых мне очень нравится астра. Это от компании Биотехника Бомбина. Там тоже три цвета. Очень пышные кустики. Симпатичные. Красивая. Очень красивая астра. Так, ну я тут даже в очках не вижу, какая высота. Ну, низкорослая астра и с хорошим таким плотным кустиком. Шаровидный такой даже кустик, я бы сказала. Можно также выращивать как и в балконных ящиках, так и в кашпо и как бордюрную. Следующая, ну раз уже биотехника, давайте по биотехнике пробежимся. Серия Дракон от компании Биотехника. Шикарные астры. Очень красивые. Даг Блю. Эти высокорослые. 60-70 сантиметров высота и до 12 сантиметров диаметр цветка. Очень красивая. Плотные соцветия красивые. Руби Ред. Но тут по цветам так-то все остальное. Высота все одинакова. Серия Дракон, она вся практически одинакова. Сайлман Пинг. Очень нежные цветы. Окраска очень нежная. Лила Кросс. Яркая, насыщенная. Ну, конечно, Хризантелла. Хризантеллы обожаю. Это Лимончелла. Она также высокая. Высота у нас какая? 60-80 сантиметров и диаметр цветка. Ой, не вижу диаметр цветка. Ну, такая хорошая, крупная астра. Сантиметров, наверное, 10 точно. Зимний взгляд. Коралл. Розовый перламутр. Призрак оперы. Фламинго на закате. Вот здесь в этих пакетах у нас по 5, по-моему, семян. Да, 5 семян. А от биотехники 30 семян. Тропикана. Поэтому цена разная. Золотая осень. Лунный камень. Элвис. Так, и в драконах еще, я забыла, у нас есть еще белая. Белый дракон очень красивый. Так, это по биотехнике. Дальше. Могу порекомендовать просто замечательную астру, на мой взгляд. Я не насеял. Нежнейший цвет. 50-60 сантиметров. Высота растения. И диаметр цветка 9-11 сантиметров. Очень красивая астра. Кустик такой хороший. Я буду, наверное, в сезоне этого, в сезоне 23-го года ее посею. Также выращивала я ее неоднократно. Сейчас прям отложу те астры, которые я посею, возьму себе на сезон 23-го года. Фонтенбло. Красивейшая астра. Высота 70 сантиметров. 11 сантиметров. Диаметр цветка. Имеет вот такой двойной цвет. Внутренняя окраска практически белая. И потом переходит в такой голубой оттенок. Очень красиво. Смотрится как наподобие седой дамы. Желтая башня. Пионовидная. Здесь у нас высота 70 сантиметров. Диаметр цветка 8-10 сантиметров. Кварцевая башня. Также похожа на седую даму. Тоже внутренняя окраска лепестков белая. И вот к кончикам она такая становится сиреневого цвета. Высота растения. Высота куста 70 сантиметров и до 10 сантиметров диаметр цветка. И они такие кустовые. Эти астры. То есть там не по одному цветочку на кустике 10-12 соцветий. Красная башня не выращивала. 70 сантиметров высота и 10 сантиметров диаметр цветка. Дюшес. Очень красивая астра. Выращивала я эту астру. Очень плотные соцветия. Красивые, густые такие. 70 сантиметров высота растения. И диаметр цветка 10-12 сантиметров. Серебряная башня. Очень красивая астра. Похожа также на седую даму. 70 сантиметров высота растения. И 8-10 сантиметров диаметр цветка. Тоже так же до 10 штук на растении соцветий. Но это здесь все у меня такие. Все кустовые. Их называют садоводы кустовые. Астры, на которых много достаточно бутонов. Астронова. Это игольчатая смесь окрасок. Высота 50 сантиметров. И диаметр цветка 12-14 сантиметров. На растении формируют 10-14 цветоносов. Так. Сиринга. Вайт. Сиринга серия очень красивая астра. Мне нравится эта астра. Соцветия очень красивые. 60-70 сантиметров высота кустика. И диаметр соцветий 12-15 сантиметров. Выглядит очень шикарно вот эта серия. Сиринга. Она, по-моему, подороже остальных. Насколько я помню. Но она стоит того. Серия помпушка. Вот это двухцветные астры. Астры такие помпонные. Они не крупные. Диаметр цветка у них 4-5 сантиметра. Но они симпатично смотрятся. Высота до 50 сантиметров. Соцветий много на кустике. И смотрятся они, конечно, эффектно. Также есть помпушка голубая со сливками. И голубая луна. Это вот все-таки помпонные астры. Не крупные. 5 сантиметров диаметр цветка. Где смотреть высоту и диаметр цветка. Вот можно здесь в окошечке. Здесь вот у Гавриш. Вот здесь вверху. Вот это вы все можете посмотреть. Так. Голубая луна почему-то даже 2 положила. Так. Вот еще помпонная. Есть вот такая. Превосходные ракли. И превосходный гасфорд. Так. И еще помпонная желтая. Но тут чисто желтый цвет. То есть она не двойного цвета. Так. Следующая серия, которая мне очень нравится. Это, конечно, серия балун. Рекомендую всем. Шикарные просто астры. Балун и балун. Это, в принципе, одно и то же. Мне уже задавали такой вопрос. Серию балун я очень часто выращиваю. Практически каждый год. И в этом году у меня вновь была астра серии балун в саду. Но вот не успеваю показывать. Красивейшие просто астры. Но времени нет показать. Балун желтая. Высота растения 50-60 сантиметров. И диаметр цветка 12-15 сантиметров. Очень красивая астра. Она такая достаточно компактная. Но при этом крупные соцветия. И цвет очень красивый. И балун абрикосовая. Вот балун абрикосовая. Это одна из моих любимых астр. Которую я выращиваю практически каждый год. Я даже, не знаю, мне кажется, каждый год я ее выращиваю. Может быть, когда-то пропустила. Но вообще вот эту вот балун абрикосовую, на мой взгляд, самая красивая астра. Крупная, нежнейший цвет. Есть у меня где-то в старых роликах. Наверное, за 18-й год или за 19-й год я показывала вот эту астру. Просто шикарная. Также я ее вновь откладываю на следующий год. Так как, ну, люблю я эту астру. И балун есть. Вот баллон розовая. Это тоже самое. 30-40 сантиметров здесь указана высота. И 9-15 сантиметров диаметр цветка. Ну, где-то, наверное, 40 сантиметров. Хотя на баллон у нас указано до 50-ти, да? До 60-ти? Ну, нет. До 60-ти она у меня, мне кажется, не вырастает. Сантиметров 40-50 вот такая высота. Так, вот баллон розовая и баллон серебристо-голубая. Вот я ее не выращивала. Вот эту вот серебристо-голубую, наверное, отложу себе на следующий год. Буду выращивать. Следующая, значит, астра змей-горыныч. Смесь шикарнейшая, коготковая астра. Я ее выращивала. Высокая. 80 сантиметров высота. Куста сформирует много соцветий. И диаметр цветка 8-10 сантиметров. Смотрится очень эффектно. Змей-горыныч. Вот рекомендую. Тоже очень хорошая астра. Шикарнейшая астра краллен шаншилла. Нежнейший просто цвет. Выращивала неоднократно. Наверное, сегодня тоже ее отложу. До 75 сантиметров высота кустика. И 10-12 сантиметров диаметр цветка. Очень красивая астра. Энигма. Это абсолютно белый цвет. Тоже смотрится очень красиво. Коготковая. Но она не совсем... Игольчатые и коготковые отличаются, конечно. Вот коготковая, она точно так вот, как на картинке выглядит. То есть, вроде бы, как и игольчатые лепестки. Но они более такие... Извините, более такие плотненькие, что ли. И такие потолще вот эти лепесточки. Вот. Шикарная астра. 80 сантиметров высота и 10 сантиметров диаметр цветка. Очень красивая. Рекомендую. Серия горсмиль. Отличная серия. Также коготковая астра. Высота 70 сантиметров кустика. И 11 сантиметров диаметр цветка. Голубой магнит. Вот интересная астра. Я ее ни разу не выращивала, честно говоря. Кусты устойчивы к непогоде. Высота 70 сантиметров. И диаметр цветка 8-10 сантиметров. Не выращивала голубой магнит. Не знаю. Кралин сиам. Очень красивая коготковая астра. Высота до 75 сантиметров. 10-12 сантиметров диаметр цветка. Коготковая шиншилла. А у нас уже была кралин, шиншилла и коготковая шиншилла. Это в принципе одно и то же. Рекомендую. Вообще вот этот цвет шиншилла. Очень красивый. Просто нежнейший. Не знаю, как он будет передаваться на камеру. Но цвет очень нежный. Ой, тихо. Мастер 50 сантиметров. Да, одинаковая абсолютно. А нет, кралин повыше 75 сантиметров. Нет. Все-таки 75. Это одно и то же. Да. 65-75 сантиметров. И 10-12 сантиметров диаметр цветка. Ну, по описанию абсолютно одинаково. Вот что это, что вот это. Что кралин шиншилла, что коготковая шиншилла. Вот. Абсолютно одинаковые. Тайгер. Красивая астра. Очень хорошие соцветия крупные. 70 сантиметров высота кустика. И 12 сантиметров диаметр цветка. Также вот эти двухцветные. Вернее, не двухцветные. А такие переходящие из одного цвета в другой. Похожие на серию Седая дама. Это Дюшес. Блю энд вайт. Красивая астра. Я ее выращивала. Высота 70 сантиметров. И диаметр цветка 8-10 сантиметров. Такая же, только в розовых оттенках. Дюшес. Роуз энд вайт. То же самое. Белая безмолвие. Шикарнейшая астра. Кто любит белые астры. Очень красиво смотрится. Красивые, плотные, достаточно соцветия. Высота 60-65 сантиметров. И 11-12 сантиметров диаметр цветка. Формирует 10-14 соцветий одновременно. Очень красивая астра. Но я просто белые астры почему-то не очень люблю. Поэтому я ее, конечно, откладывать себе не буду. Эсмеральда. Астра очень тоже красивая. Здесь у нас высота 60-70 сантиметров. И диаметр цветка 10-12 сантиметров. Очень яркая окраска. Это насыщенная. Ну и дальше идут у нас гигантские лучи. Это самые крупные, наверное, соцветия. 10-12 сантиметров. И до 80 сантиметров высота. Вот из игольчатых гигантские лучи. Это серия. Это самые крупные астры. Также идут они красные. Аполлония серия. Вот серию Аполлонию, честно говоря, не выращивала. 70 сантиметров высота кустика. И 12 сантиметров диаметр цветка. Яблоневый цвет. Вот шиншилла и яблоневый цвет. Это самые нежные из розовых оттенков. Рекомендую. Вот кто любит розовые оттенки. Очень красиво смотрится. Голубой шар. Эту астру я не выращивала. Максимальный размер среди аналогов. Так, ну и какой же тут у нас размер? 50-60 сантиметров высота. 9-13 сантиметров диаметр цветка. Ну, достаточно крупная. Седая дама. Ну, многие знают садоводы. Седовые дамы. Очень многие ее любят. Эту астру. 60 сантиметров высота кустика. И 10 сантиметров диаметр цветка. Татьянин день. Это коготковая. Это коготковая такая. Ну, она между коготковой и игольчатой. Вот что-то такое. 60-65 сантиметров высота куста. И диаметр 11-12 сантиметров. Формирует от 10 до 14 соцветий на растении. Гигант Виолетт. Астра очень красивая. Я ее выращивала. 65-75 сантиметров высота. И диаметр цветка у нас здесь не указан. До 14 сантиметров. Красивая. Насыщенный цвет. Очень крупная. Гигант Пурпур. Вот эту я не выращивала. Также из серии гигантов. Что у нас тут? Высота 65-75 сантиметров. И диаметр цветка до 14 сантиметров. Леди Коралл. Серия Леди Коралл. Это астро шикарнейшая. Рекомендую всем. Здесь у нас в данный момент желтая. Любой цвет, если вы приобретаете серии Коралл, Коралл, либо Леди Коралл. Это очень красивая астра. По-разному пишут. Иногда просто Коралл, иногда Леди Коралл. 60-70 сантиметров высота. И 10-12 сантиметров диаметр цветка. Формирует достаточно много соцветий на кустике. Смотрится очень эффектно эта астра. Замечательная серия Гремлин астры. 70-75 сантиметров высота куста. И 12 сантиметров диаметр цветка. Формирует она сколько у нас соцветий? Не указано. Одновременно 10-15 густомахоровых крупных соцветий. Смотрится этот кустик очень шикарно. Серии Гремлин. Я ее выращивала неоднократно. Эту серию хорошая астра, красивая. Есть она в смеси. Почему-то два пакета тут у меня. Гремлин желтая, красная. Можно по цветовой гамме выбрать. Можно в смеси взять. Но я как-то предпочитаю больше по цветовой гамме. Лавандовая, очень красивая Гремлин. Так. И ярко-розовая. Так. И что у нас осталось? А все, ничего у нас не осталось. Так. Теперь сразу посмотрю, что я выбрала для себя. Какие астры я буду выращивать в сезоне 23 года. Это Кралин шиншилла. Сейчас сразу отложу их. Баллон серебристо-голубая. Как всегда баллон абрикосовая. Хотя у меня есть семена еще, по-моему, надо посмотреть. Семян здесь достаточно много. 0,1 грамма это много семян. Я за один год никогда не использую все семена из одного пакета. Так как это много семян. Старлайт обязательно. И я не насеял. Вот таких вот 5 астрочек я буду выращивать в сезоне 23 года. Да. И, наверное, еще бомбина. И из драконов что-то. Может, Руберет. Вот, кстати, Руберет я ни разу дракон не выращивала. Сальман Пинг выращивала. Вот эти нежные все окраски выращивала. Но как-то красные цветы не очень любила. Но сейчас почему-то мне стали нравиться красные цветы. Вот, наверное, еще возьму Руберет и бомбина. Бомбина тоже очень мне нравится. Шикарная вообще астра. Вот, друзья. В общем, выбор астр есть. И если вы хотите посеять астры под зиму, будет обязательно ролик на эту тему. Очень удобно. Если позволяет зима, очень удобно сеять астры под зиму. Ну, кроме астр, еще много разных цветов можно посеять под зиму. Об этом я сниму ролик. Ну, и также пряные культуры можно сеять под зиму. Но пока рано. Никогда не нужно спешить с посевом вот с этим подзимним. Нужно понимать, что подзимний посев, ну, по крайней мере, у нас в Свердловской области, мы должны проводить не раньше ноября месяца. Желательно это где-то уже ближе к 10 ноября. То есть время у нас еще есть. И вот с 10 ноября вплоть до Нового года можно сеять и в плошки, и в теплице, если вы не забрасываете туда снег, как я уже сказала. То есть время для подзимнего посева у нас предостаточно. Чем еще хорош этот подзимний посев? Не нужно нам хранить эти пакеты в домашних условиях. Семена, которые проходят стратификацию. И вот несколько месяцев они находятся в очень холодных условиях, при низких температурах, да, когда мы их посеяли, то они значительно лучше всходят и более устойчивы к заболеваниям в дальнейшем. Также, если нет возможности посеять и провести вот этот подзимний посев, можно такие семена, если у вас неотапливаемый садовый домик, допустим, если у вас садовый участок, можно вот эти астры просто в пакетиках вот так вот отвезти в домик садовый и оставить их на зимовку. Единственное, что не должно быть влажности. То есть они должны храниться в сухом месте, но в холодном. Вот тоже это такая своего рода стратификация проходит. Друзья, на этом я прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok